Дорогие друзья, всем привет! На прошлых линках мы снимали рубрику «Самый лучший нож на стенде». И в этой рубрике каждый из нас выбирал тот нож, который по нашему личному мнению лучший на данном стенде безотносительно его стоимости. Но нам писали, что это субъективное мнение. В этот раз мы решили делать не субъективный выбор, а очень объективный. Мы решили ограничиться критерием цена. Мы стали выбирать самый бюджетный или, можно сказать, самый дешевый нож на каждом конкретном стенде. И все это мы вам покажем прямо сейчас. Поехали! Я на стенде компании «Южный крест». «Южный крест» славится своими хорошими, рабочими, очень качественными ножами, сделанных из хороших стали. И у меня в руках нож «Сплинтер». Здесь это самый бюджетный, самый доступный нож по деньгам. На клинке здесь «Н690». Это фуллтанг, причем такой очень легенький, тоненький, хороший резак, небольшого размера. Традиционная оружейная насечка на рукояти. Микарта. Есть небольшие сужения под пальцы, под такой хороший хват, для того, чтобы было им удобно работать. Все-таки это хороший рабочий резак, небольшого размера, которым удобно будет, как работать по продуктам в походе. Также можно этим ножом потрошить рыбу. Такой достаточно хороший, удобный нож. Он комплектуется кожаными ножнами, причем ножны идут довольно-таки толстые, причем в ножнах есть пластиковая вставка, которая не позволяет клинку прорезать вот эту вот прошивку. Причем прошивка здесь двойная, то есть даже если что-то, не дай бог, случится и прорежется пластиковая вставка, то все равно здесь двойная, с ножнами ничего не произойдет. Ножны имеют при себе петлю, так что те, кто любит побушкрафтить, могут ставить сюда с собой огниво и брать с тобой такой нож на свободном подвесе, либо вешать его традиционно жестко на пояс, потому что эти петли это позволяют, и брать с собой его в лес, как очень легкий, надежный помощник. Нож Splinter – самый доступный нож на стенде Южного Креста, и стоит он всего 9400. Друзья, я на стенде Сергея Бобкова, я в белых перчатках, самый дешевый нож этого стенда – 120 тысяч. Работа, потрясающий флиппер, Х-12М в тигельной плавке, полированная, обратите внимание, не мозаичный домас, классически полированная. Очень красивый карбон с золотой поталью, анодированная титановая клипса, очень красивого золотого цвета, которая вторит этому карбону. Естественно, потрясающая механика, которой славятся Бобковы, вот этот волшебный клац, волшебный звук, ради которого некоторые коллекционеры, наверное, и собирают эти ножи. Прекраснейшая просто работа. Рабочий вполне себе вариант – 120 тысяч рублей. Мы на стенде компании «Златонож», и в руках у меня нож «Юнга». Как известно, компания «Златонож» славится своими достаточно бюджетными ножами, например, у них есть великолепная, недорогая линейка ножей из канадской серии, но здесь у меня не канадец, и этот нож стоит 5700 рублей. При этом, обратите внимание, что на клинке здесь «Элмакс». Не так часто можно увидеть вообще, в принципе, в последнее время в России даже из «Элмакса», а тут еще и такая сравнительно бюджетная, на мой взгляд, уникальная цена. Бубинга на рукояти, интересные пины стоят, достаточно простой вроде бы по дизайну нож, но сочетание от пескоструйного клинка и деревянной рукояти, на мой взгляд, выглядит необычно, очень стильно. Нож комплектуется кожаными ножнами, на мой взгляд, прикольный, универсальный, кстати, очень легкий, юркий, классно держащийся в руке нож. Самый бюджетный нож данного стенда. Друзья, мы находимся в гостях на стенде «Каро» из солнечного Еревана, и мы продолжаем искать самый дешевый нож на каждом стенде. И здесь это вот такой очаровательный дамский стилет. Это стилет, я дама, стало быть, дамский стилет. На клинке здесь у нас пружинная сталь с хромовым покрытием, на утонченной, изысканной рукояти африканское дерево и бронза. Выглядит изумительно, и стоит это очарование 25 тысяч рублей. К такому ножу еще есть такая подставка. Конечно, его можно так поносить на бедре, либо куда-нибудь еще спрятать в сапожок, ну, вдруг, если вы дама, которая хочет обороняться. А можно вот так красиво поставить в эту подставку и хранить, и любоваться таким красивым изделием. Хочется отметить, что «Каро» специализируется на производстве высокохудожественных ножей с использованием драгоценных металлов, камней и так далее. Поэтому порядок цен здесь довольно высоким. И 25 тысяч – это самая маленькая цена, которая есть на стенде у «Каро». Дорогие друзья, я нахожусь на стенде Шамиля Таташева. Здесь, как всегда, много народу. Мне не протолкнуться, поэтому я показываю нож так немножко чуть в стороне. Самый доступный нож на этом стенде – это вот этот нож. Он стоит 14 тысяч рублей. Чем интересен этот нож? Ну, во-первых, увидим то, что здесь формы такие вот «Танта», а рукоять при этом имеет форму классической «Финки». Но при этом все равно угадывается шамильевский дизайн, потому что здесь она имеет такие достаточно жесткие грани. Как всегда, есть традиционная латунная меточка, такая классическая, то, что добавляет изюминки его ножам. Как я говорю, такая небольшая, как родинка на ноже, потому что она добавляет его ножам, шарму, харизмы и такое, как фирменная фишечка. На рукояти здесь стабилизированная корейская береза, также есть проставка из ореха и еще вот эти маленькие черные проставки из палисандра. Поэтому рукоять такая сборная, очень красивая и симпатичная. Здесь есть небольшое отверстие под темляк с латунной трубкой. Ножны Шамиль тоже делает самостоятельно. Они из растишки, красивым очень тиснением, со свободным подвесом. Ну и все вместе это выглядит вот так. Самый доступный, самый дешевый нож на этом стенде это такая вот Танта Финка от Шамиля Таташева стоимостью 14 тысяч рублей. Дорогие ножеманы, им сочувствующие, я на стенде любимых дяг. Ребята у нас знамениты своими первую очередь крутыми сумками. В этот раз они на выставку привезли еще очень много одежды, вещей. Они значительно расширили линейку аксессуаров и EDC приколюк. Патчи появились у них очень интересные титановые, у них появились хэнки, но что я здесь выбрала? Я здесь выбрала самый доступный бюджетный нож, который вы можете себе позволить. Разумеется, покажу вам в первую очередь фиолетовом цвете своем, но как вы видите, есть разные варианты исполнения. Ребята изменили сталь, если раньше это была N690, теперь это VG10. Модель у нас 6-я, 2L, самая бюджетная, стоит она сразу озвучить цену 9000. Здесь, помним, на рукояти битый камень, асфальт, очень удобные насечки под большой палец, видите, руку заполняет, максимально комфортно ложится. Такой комфортный, компактный EDC аксессуар горфикс, с которым можно в принципе всю работу, которую вам нужно в городе сделать. И тут кайдексовые ножны, причем, как вы видите, можно разные варианты исполнения, с брызгами, с какими-то, можно будет клипсу приторочить, делать. Разные варианты исполнения, опять же, рукояти, как я и говорила, самый бюджетный нож на стенде Дяк. Мы на стенде компании Бурлакс, и в руках у меня самый бюджетный нож данного стенда, это кухонный нож семечка, и стоит он всего 2000 рублей. Здесь на клинке сталь Х150, это хорошая нержавейка, достаточно долго удерживающая заточку, хороший выбор именно для кухонного ножа. На рукояти здесь желтенькая G10, на самом деле этот нож бывает в разных вариантах накладок различного цвета, можно подобрать себе тот, который больше всего нравится, но вот мне понравился именно этот желтенький. G10 тоже хороший выбор материала для кухонных ножей, поскольку он совершенно не восприимчив к влаге, прикольная шершавенькая рукоять, такой универсальный кухонный нож, самый бюджетный нож данного стенда. Мы пришли с вами к стенду Дамира Сапарова, и здесь ножи, которые предназначены для работы на кухне, то есть здесь кухонные ножи. И я выбрала и здесь самый дешевый нож, стоит он 2300, и сейчас поподробнее расскажу про него. Вообще, это нож-коготь, в народе так его называют, нож, который предназначен для того, чтобы чистить овощи, фрукты и так далее. На маленькой пухлой рукояти дерева бубинга, сталь здесь 75Х14, ну и соответственно вот этот клинок, из-за которого и дают ему это название коготь. Легкий, компактный, в руке лежит замечательно. В общем, это самый дешевый нож на стенде Сапарова. Дорогие друзья, продолжаем искать бюджетные ножи. Я нахожусь на стенде мужской берлоги. В прошлом году, когда ребята выпустили нож First, были много жалоб, что очень дорого, очень дорого, надо делать дешевле. И вот в этом году на выставку клинок в Москве ребята подготовили такую бюджетную версию носа всего 9500. То есть, это версия First, тоже со сканди, с пусками, все те же самые формы, но просто упростили. Сталь D2 на клинке и на рукояти Micarta с таким вот проставушем из G10 и больстер тоже из Micarta. Ножны простые, кожаные, хорошо, надежно удерживающие, погруженные. При этом, мне нравится, что рукоять достаточно далеко выступает из ножен, потому что она очень длинненькая, ее будет удобно удерживать в рукояти и ее удобно доставать из ножен. Здесь нет традиционного грибочка на финке, здесь нету дырки для темляка, чтобы вытаскивать, поэтому, ну, все очень эргономично и хорошо продумано. Это самый дешевый нож на стенде мужской в берлоге и стоит он всего 9,5 тысяч. Я на стенде, опять же, ворсминских мастеров, мастерская Филиппова. Самый бюджетный нож, ребята, вслушайтесь, 3000 рублей. Если вы хотите простой, понятный дизайн, рабочие формы, вот такая прелесть, венге, красивая стабилка карельской березы, очень такого глубокого изумрудного цвета. Снова венге, но обратите внимание, другой спил, если здесь продольный, то тут поперечный, поэтому, честно, я сначала даже подумала, что это карбон. Латунь, опять же, знакомая всем, кованая 95,18. Стоит филин, опять же, лого мастера, мне это очень нравится. Тоже полированное все в зеркало, кожаные ножны, простые, понятные формы и всего 3000 рублей. Друзья, мы на стенде мастерской Семина и в руках у меня самый бюджетный нож данного стенда, стоимость которого всего 3500 рублей. При этом здесь 95Х18 на клинке, венге на рукояти. Это очень удобный, юркий, приятный шкуросъемник. Комплектуется он кожаными ножнами. На мой взгляд, интересный, удобный, практичный нож. И такая бюджетная цена может позволить приобрести данный нож практически любому человеку. Самый бюджетный нож данного стенда. Я нахожусь на стенде Кизляр Суприм. Если кто не знал, у Кизляр Суприма есть еще дочернее предприятие, которое называется Red Steel. Самый бюджетный нож на этом стенде это нож General X1. Небольшой нож, который стоит всего 1200 рублей. При этом, сталь здесь Аус 8, орех на рукояти. Хороший, простой, понятный, рабочий нож. Ребята максимально постарались сделать бюджетную версию, поэтому нож комплектуется вот таким. Здесь не ножный, здесь просто небольшой кожаный чехольчик, который закрывает лезвие для того, чтобы нож можно было просто носить с собой в рюкзаке, не порезаться, но и при этом для того, чтобы носить его уже где-то на поясе, можно приобрести ножны отдельно. Я думаю, что это самый бюджетный нож в нашем выпуске. Гуляя по выставке, я нашла крайне интересные ножи. Вот такие они нарядные и мастер их это Тимур Диов. Стоит этот нож, который у меня в руке, всего 40 тысяч. И сейчас я расскажу немного про него, но для этого у меня есть шпаргалка, потому что я не могу вышептать, что здесь у нас на клинке. А на клинке у нас торсионный, двурядный турецкий дамас от кузницы Леонида Васильева. И покрыт этот клиночек здесь, если поближе посмотреть, золотом. Рукояти здесь уже немного попроще. Здесь у нас макумыганы, стабилизированный зуб мамонта и шпальт березы. Кстати, здесь тоже у нас стабилизированный зуб мамонта. Это фикс, удобный, несмотря на его внешний вид. Это рабочий нож, соответственно, также к нему в комплекте идут кожные ножны. И, напоминаю, стоит он 40 тысяч. Итак, ребята, я на стенде Гебо. Самая доступная, самая узнаваемая классика от Ворсмы Берестаха 12МФ. Полированный клинок, максимально удобная рукоять, классическая, опять же, формы, расширяющаяся к попке, как говорит у нас Леша Стрепетов. Очень ламповая, теплая, берестяная рукоять, которая прям как так или нет к руке. Обращу ваше внимание, что эта часть на рукояти заполирована, а береста, опять же, по классике, матовая, цепкая, очень комфортная, удобная. Формируется все это с ножнами, простыми, кожаными ножнами, и самый доступный вариант, 5000 рублей всего. Я нахожусь на стенде кузницы Ковчег, тоже один из постоянных участников выставки. У меня в руках вот такой вот скиннер, я люблю такие скиннеры, потому что прямые высокие спуски от обуха, это очень хороший резак, и даже если его не используют, только как скиннер, но просто используют для нарезки чего-либо, мне очень нравится такими ножами пользоваться. Это фуллтанг из Д2, на рукояти G10 черного цвета, есть небольшая проставочка для того, чтобы повесить земляк, но она не очень большая, то есть ваш паракорд должен быть мини-кордом, для того, чтобы сюда нормально влезать. Но, с другой стороны, если вы очень сильный, то обычный паракорд вы тоже протянете через это отверстие. Вот такой вот скиннер от кузницы ковчег стоимостью 7000 рублей. Я продолжаю выбирать самый доступный нож, который можно выбрать на каждом и стенде. Самый доступный нож у Би-Найфов это якут от Сережи Бондаря. Северодвинск, привет! Практически родина. На самом деле, кажется, простой якут, но не простой, он правильно сделанный. Орех с одной монтаж. Мы сейчас покажем на крупняках. Здесь чопик тоже сделан из ореха и правильно посажено, чтобы нож не гулял. Сережа сам термичит, сам отковывает. Опять же, мы покажем красоту. Кажется, просто он серый. Ничего подобного. Есть очень красивая деликатная волна, которая играет на свету. Кованая 95-й. Все хорошо. Классическое яичко. Классические простые кожаные ножны, но не совсем простые. Мы можем плотненько посадить нож сюда и если вам нужно достать вот эту штучку, сделать что-то, порезать на дереве, куда вы не дотягиваетесь, у меня такой проблемы нет, но вы можете удлинить свой нож. Внутри, опять же, в ножнах вставлена проставочка, сделана очень длинная петля, не только для свободного подвеса, но если вы захотите повесить куда-нибудь у себя на стену, все получится всего 13 тысяч рублей. Мы находимся на стенде мастерской Седова, и эта мастерская делает замечательные высокохудоростные изделия, но поскольку мы говорим о недорогих ножах, то я попросил ребят показать мне их самый дешевый бюджетный нож. И стоимость данной финки всего 4 тысячи рублей. При этом здесь у нас черный граб на рукояти, сталь 110 H18 на клинке. Мне нравится, что здесь есть дол. Понятно, что он декоративный, но он добавляет какого-то изыска данному ножу. Вообще, я люблю финки, здесь очень удобный рукоять, такой небольшой грибочек, которым можно упереться в ладонь. Нож комплектуется с одными кожаными ножнами, погружные, нож в них держится очень хорошо, удобно достается. На мой взгляд, интересный, такой олдскульный, но при этом полноценно рабочий, классный нож, самый бюджетный нож данного стенда. Друзья, мы находимся на стенде АИР, и здесь самый бюджетный нож, это вот такой компактный кузюк. В чем его приколы? Значит, здесь, кроме того, что сталь 95 H18 на клинке, сканди-спуски, и не просто сканди, но залинзованные сканди-спуски. На рукояти теплые, рукояти комфортные и эргономичные дерева, орех, а также бойстер из текстолита. Ну и для тех, кто любит на рукоять цеплять темляки, есть под темлячное отверстие. Комплектуется такой нож кожаными ножнами. Замечательно входит и не выходит. Вот такой бюджетный нож, стоит он 4 300. Дорогие друзья, я нахожусь на стенде Кузнеца Горбунова. Очень давно ребята принимают участие в выставках клинок, и самый доступный нож на этом стенде. Нож Pegas вот в таком исполнении из углеродистого дамаска. Здесь в пакете Шаха 15 и У10 на рукояти береста, спереди проставка из G10 и тыльник специально сделан металлический, потому что здесь сквозной монтаж. Весь этот пакет бересты собирается на шпильку и все очень хорошо. Очень теплая, приятная рукоять. Красивый дамаск, то есть, несмотря на такую достаточно невысокую цену этого ножа, а стоит он 5000 рублей. Очень красивый рисунок, около 400 слоев. Ну и, конечно, нож комплектуется традиционными погруженными ножнами, но вы все прекрасно знаете, как они выглядят, поэтому я не буду их показать в кадре. Нож Pegas от Кузнеца Горбунова стоит 5000 рублей. Я на стенде завода Lemax подобрала нестандартный для меня очень большой походный вариант. На самом деле, несмотря на то, что нож внушительный, он хорошо сбалансирован и по весу не такой массивный. То есть, если вы будете долго им работать, рука не устанет. Как раз для тех, кто будет долго работать, предусмотрено отверстие под темляк. Если вам нужно, вы можете намотать паракорд и спокойно им работать. Черный граб на рукояти. Обратите внимание, очень красивый пин с клеймом завода. Мне всегда очень нравятся такие маленькие пасхалки, когда люди с гордостью ставят на свои работы свои клеммы. Кованая 95Х18, полированный нож и у него идут простые кожаные ножны. И стоит эта красота всего 4000 рублей. Те, кто говорит, что невозможно подобрать что-то в поход за бюджетные деньги, вы ошибаетесь. Посмотрите, какую красоту вы можете взять за абсолютно адекватные деньги. Мы находимся на стенде Кирилла Козлова. Кирилл Козлов делает замечательные небольшие горфиксы, но также у него на стенде представлено большое количество ювелирных изделий, в том числе замечательные серьги. Если вы приходите на выставку с женой, обязательно загляните на стенд Кирилла, тут есть на что посмотреть. А в руках у меня самый бюджетный нож данного стенда это нож Мастодонт. И стоит он 5000 рублей. На клиночке здесь 95Х18, накладки из Микарты и комплектуется он вот такими прикольными маленькими ножнами. Можно повесить на шею, можно убрать сумочку, легко достается, отлично удерживается двумя пальцами, замечательный кайфовый городской резачок, можно взять с собой в поход как шейный нож. Самый бюджетный нож данного стенда. Друзья, на стенде Козницы Данилова я нашла нож на сорок и стоит он 2200, что в нем примечательного. Кроме цены, конечно же. Здесь классная объемная рукоять, которая выполнена из резины. А это что? А это значит, что рука не будет скользить, если вы будете этим ножом крепко так и упорно работать. Клинок выполнен из стали 95Х18, здесь вдоль обуха есть следы ковки, что добавляет изюма этому ножу. Также на обухе у этого ножа есть насечка, но это для того, чтобы рука не соскальзывала, когда вы делаете более тонкие и точные работы. Ну и в комплекте с данным ножом кожаные ножны, соответственно, можно ставить, прицепить его на ремень более плотно или оформить себе свободный подрез. И еще раз хочу напомнить, что это фикс, рабочий нож, который стоит всего по 2200. Друзья, я на стенде мистер Блэйд. Пришла на самом деле посмотреть новиночки, но по новинкам, по прототипам не могу ничего сказать, потому что цены пока это секретик. Но из самого доступного за 3200, обращаю ваше внимание, 3200, это даже дешевле, чем у них в магазине, потому что специально для выставки они делают скидки. Сил. Элострон, очень цепкий Элострон. Элострон очень устойчивый. Специально у нас были когда-то выпуски с Империи, мы его тестировали, жгли, устраивали краш-тест, и он очень износостойкий. Отверстие под темляк, опять же, если вы делаете силовую работу, чтобы рука не устала, нож не выскользнулся, замерзший, уставший. Мокрые, потные руки вы можете намотать и крепко зафиксировать. Очень удобная под большой палец выемка. Прекрасная, потрясающая надпись. Сделана в России на русском. И 9518 на клинке. Друзья, если я вам до этого показывала ножи, полированные в зеркало, то здесь уже совсем другой финиш. И, на мой взгляд, ну, это субъективно, каждый считает по-своему, все-таки такой финиш будет для рабочего ножа более универсальный, потому что все цапки, и если вы там строгаете дерево, не знаю, работаете по кости, ничего не будет видно. Дизайнер, дизайнер, я не сказала про дизайнера, моя ошибка. Ткаченко, очень крутая все-таки работа. Выбивается из общего ряда, она такая более тактическая, хотя меня, наверное, заклюет в комментариях за это, потому что, что такое тактика, каждый решает, опять же, для себя сам. Но, на мой взгляд, очень современное прочтение походной истории. 3200, мистер Блейд. Ну что, Леш, обошли мы нашей командой огромное количество стендов. Каждый из нас побывал на четырех, возможно, даже на пяти стендах, если я так правильно помню. Слушай, даже, мне кажется, больше, но на самом деле мы это обошли гораздо больше количества, но это все не упихнуть в эфирное время. Мы выбирали самый дешевый нож на стенде, самый доступный нож, который стоит дешевле всего на каждом конкретном стенде. При этом, удивительно, что куда-то ты приходишь и самый дешевый нож стоимостью там 3000 рублей, и при этом были ножи, которые стоили 120 и выше. Да, безусловно, все это зависит от производителя, который задает ту или иную цену, кто-то работает в бюджетном сегменте, кто-то работает в топ-сегменте, но у каждого из них есть своя оценка. Вот этот нож самый дешевый, на это мы ориентировались. Так что, друзья, пишите свои комментарии, теперь мы были более объективны, мы не выбирали ножи, по своему мнению, мы выбирали именно самый дешевый нож, мы ограничивались одним критерием ценой. Понравился ли вам такой формат, пишите в комментариях, не забывайте ставить лайки, нам всегда интересно ваше мнение, ну и так же подписывайтесь на наш канал, жамкайте колокольчик, будьте счастливы и здоровы. Да, друзья, всем добра и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok